но копии машина стоит здесь можно копии себе фигачить если у вас есть такая необходимость ну вот что внутри здесь магазин достаточно большой размер его конечно потрясает там о этот это просто гипермаркет все для дома и для сада и для приусадебного участка можно так сказать видите здесь секция diy ты сделай сам и здесь очень много разных небольших материалов есть уже с этой готовой продается вот если вам нужно сделать например вот такие вот ящички вы хотите сделать или живот полочки тут прям вот покупаете такую готовую упаковку вместе со всеми материалами что там вам потребуется ну и какие-то инструменты минимальный там отвертка нужно там все написано что нужно стоит она 1300 недорого делайте сами и можете пользоваться очень давно кстати вот здесь снизу шуруповерт там продается шуруповерт и лобзик и зарядка то есть можно прям здесь купи кстати стоит недорого шуруповерт стоит где-то 2000 рублей но где-то не даже не 3000 рублей лобзик стоит большой за две с половиной где-то ну две две с половиной тысячи рублей хотя не лобзик стоит тоже где-то 33 тысячи рублей а вот вот эта штука это типа для полировки по моему типа рубанка электро рубанок компактный вот он стоит где-то две тысячи рублей и вот здесь целая секция этого диайвая здесь просто дохренища всяких материалов вы можете заехать если вам надо что-то самому сделать это идеальное место где вы можете себе найти что угодно там от начиная от материалов краски всяких и фурнитуры типа вот вешалок еще что-то такое и заканчивая уже достаточно большими панелями какими-то свет с этими ложь ножками ручками пластиком таким что очень удобно ну что ж пошли дальше посмотрим что же там еще есть потому что я все вам чисто физически не смогу показать это огромный магазин здесь здесь надо заходить на весь день и если вас интересуют какие либо там товары вы пожалуйста напишите в комментариях возможно я следующий раз постараюсь показать вас вам эти товары и думаю вам будет интересно также как вы можете видеть здесь есть пластиковые панели или какая сэндвич и не панель называется на таки сэндвич панели вот такие вот панели это в кровельный материал как я понял или же утеплитель точно не знаю блин не могу сказать вентиляция пожалуйста как видите здесь это но не только diy то есть это уже уже строительный магазин пошел здесь вот стройматериалы разные для перегородок для дома тут для вентиляции доски разных размеров и также канализация это вот трубы да ну цены что тут вам показывать я не знаю дороговато конечно вот за такие всякие вещи там по три тысячи там по по 5000 он ген дороговато дороговато не спорю но что поделать арматура такая вот маленькая есть даже вот видите есть большая вот пожалуйста смотрите какая вам нужна покупаете и можете у себя там какие-нибудь и забор сами сделать там железобетонный если у вас есть такая необходимость очень удобно цена вот пожалуйста за маленький пруд где-то 170 иен а за большой 700 иен также вот и пластинки есть такие уголки ну то есть все все практически все что нужно для строительства дома здесь тоже есть но в маленьких количествах конечно вы здесь не закупите сразу на весь дом вам нужно на заказ это все делать поэтому сами смотрите тачки есть вот для дома вот пожалуйста для сада и тележки если вот кстати вы собираетесь какие-то вещи перевозить например жизнь жизнь здесь есть типа мотанай то есть вещи бесплатно отдают но чтобы их привести и если вы живете недалеко вам нужна какая-то тележка вот пожалуйста вы можете здесь купить себе эту тележку что очень удобно мы например на работе используем вот такие тележки классная тележка на одну стоит где-то 10 тысяч иен но она выдержит там по-моему до до 200 что ли килограмм или 250 я точно не помню очень мощная и хорошо катится есть такие вот побольше тут уже сами смотрите на них холодильник кстати может перевозить меня вот товарищ один илюха если ты смотришь вот он покупал эту тележку чтобы перевести холодильник там от одной остановки до своего дома у кстати есть прям раковина уже готовы сборы продаются это можно купить это вот такой магазин как бы уже для дома здесь вот кстати кровельные материалы ведь и он рубероид там еще что-то а это уже для то типа как для бани дороже материал такой пошел в общем небольшие такие деревянные настилы можно где-то поставить если где-то там сыр или холодно очень удобно дорожки для сада можно использовать также здесь обувь и уже пошли пошла одежда для сада или для огорода для строительной в том числе это что касается вот строительных вещей тут же здесь есть он миксеры пылесосы и все такое стеллажи если у вас дома например много вещей вы хотите стеллаж вот металлические именно который крепкий достаточно то вот пожалуйста здесь можно купить стеллаж железный как видите вон дотуда и это еще не все там еще в ту сторону он достаточно большой магазин поэтому пойдемте глянем фурнитуру здесь еще сейчас пойдет фурнитура для этих самых это фитинги для труб фитинги для труб что еще здесь есть резьбовые разные вот болтики пошли пожалуйста тут разные болтики фитинги чё только нет сетки распорки вот такие вот тоже почтовые ящики вот фурнитура для дверей пожалуйста всякие ручки я не буду все показывать и мы ведут цены показывать потому что это будет очень долго цвета отражающего кстати лента очень удобно если вы например хотите себе как-то обезопасить для велосипеда вот можно взять любую ленту купить по наклеить там где вам надо и будет очень даже неплохо есть вот кстати такие катафоты можно а тут клей разный кстати в японии очень хороший супер клей вот такого плана если вы хотите приклеить вообще все что угодно вот этот клей это номер один я считаю он самый дорогой здесь из всех практически таких однокомпозитных клеев и он стоит своих денег я им пользовался он клеит начиная от пластика и заканчивая там резиной в том числе и металл и еще что то то есть очень хороший клей и им удобно пользоваться от нажимаешь выдавливает практически все до единого до единой капли из себя то есть из-за вот этой вот системы и вам не надо вот это вот заворачивать вот как вот на таких вот тюбиках да что очень удобно пользоваться так что возьмите на заметку если вам нужно что-то приклеить вот этот клей прям номер один я считаю не но есть всякие такие вот еще до клеи там это уже большие там 3м и тому подобное тут уже надо смотреть исходя из того для чего вам он нужен но для мелких вещей каких-то приклеить вот типа наш супер клей местный вот в россии мы его супер клеем называли здесь называется как-то это экстра тут разные гипсовые смеси герметики всякая такая вещь но я не знаю это может быть кому-то надо кому-то линолеум как я говорил здесь вот уже пошло все для дома ковролин или ковровое покрытие вот прям вот есть такими блоками продается либо можно купить длинное там где-то наверно на есть ну вот войлок есть вот есть ковер такого плана ладно пойдем посмотрим по центру ну как я беру вот видите здесь есть экран хочешь себя обновить себе в душ что-то новое поставить или же поменять лейку на душе тут можно это сделать очень удобно и не надо ничего искать там потому что если если вы придете в какой-нибудь магазин типа ямато там или или какой-то там лаби или еще что-то там да то там продаются в основном уже в сборе все все эти вещи здесь же можно купить отдельно то есть сборы я имею ввиду это вот такого плана конструкции то есть все что уже в сборе а вам например надо только лейку и вот здесь это можно купить что очень удобно я вообще считаю что такие магазины как вот home-center в японский он такой номер один для вот всех кто что-то делать своими руками или что-то хочет где-то купить какие-то небольшие вещи ну для улучшения своего дома или еще что-то очень удобно кондиционеры видите здесь продается кстати открою вам небольшой секрет что в данных магазинах цены гораздо ниже чем в каких-нибудь ямато там я ямато деньги либо там это и до баши камера бик камера если вы хотите себе купить недорогую какую-нибудь бытовую технику ну для дома типа кондиционер или вот вот раковина вон туалет 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 да всяких он центры будут гораздо выгоднее поверьте вот здесь есть также для воздуха для обогрева и для увлажнения пойдете посмотрим кстати че почем здесь стоит вот туалета некоторые интересуют да где у нас там кстати туалета были в этой стороне да ну унитазы вот они здесь есть но нас интересует кстати вот что что я заметил вообще в в японских домах почти во всех устанавливаются именно вот такого плана система раковины с краном то есть кран всегда идет как лейка то есть он не жесткий то есть он не такой вот как был как у нас обычно в россии там да у всех просто краны все здесь всегда идет в основном как лейка но это сделано чтобы и мыть удобнее было и возможно вам нужно где-то наполнить какой-нибудь емкость за пределами этого раковины это очень удобно сделать с данным краном и как видите вот не знаю этот помню тоже да да вот видите тоже вынимается то есть это все лейки идут что очень удобно кстати на кухнях тоже с такие ставится все сам покажу но вот этот стандартный да это не лейка а вот такой вот уже с лейкой идет вот видите да и здесь переключатель есть режим от обычный кран либо же с кран с этими самыми более широкая такая лейка становится плиты разного рода здесь конечно же газовые у меня дома стоит примерно вот такая вот плита она уже входила в стоимость когда арендовал дом там уже все это было и вы и вытяжка и плита но цены вот посмотрите для сравнения вот такая плита стоит около 65 тысяч йен трехкомфор очная и также снизу идет этот блок управления гриль он стоит он отдельно не продается да то есть это вот в сборе значит она вот она 65000 то есть это вот этот блок и вот этот блок то что здесь контроль идет с этими на каждую комфорку вот туалеты конечно вот такого плана современный унитазом дороговатый но есть небольшие туалеты вот типа такого плана они уже подешевле меня дома стоит примерно наверно вот такой вот самый простой как видите 40 тысяч стоит 42 тысячи это все за за все вместе то есть вы платите 42 тысячи и вы покупаете вот полностью все в сборе это очень выгодно и нежели покупать там какой-нибудь назад за 300 тысяч то зачем он такой дорогой нужен вот за 42 тысячи это где-то 30 тысяч рублей на наши деньги здесь есть уже встроенная и беды и подмывание там все дела то есть очень выгодная штука да 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 примерно вот даже фирма такая же очень хороший простой больше нафиг ничего не надо я считаю идеальный вариант а ну вот они здесь есть да тоже aqua всякие вот автоматически то есть здесь стоит датчик движение подходишь он открывается тоже всякие здесь функции естественно есть у них выносная панель на стену вешается вот здесь показано тоже есть и беды и подмывание все 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 то есть очень удобно плюс еще разного рода есть есть таймеры чтобы для подогрева воды кстати тот который я показывал вам простенький вариант за 42 тысячи да этот он тоже имеет подогрев воды и подогрев сиденья вот видите здесь вот подогрев воды подогрев сиденья здесь уже все есть в обычной модели не обязательно такие дорогие покупать но здесь еще есть всякая музыка вот открыть закрыть там этот туалет вот можете можно посмотреть допустим от фута она не подключена наверное да жаль жаль ну ладно ничего не все страшно то есть есть туалеты в которых и вот стульчак еще на кнопку поднимаются то есть нажимаешь он тебя поднимает что все там руками не трогать ничего то есть удобно мыть а есть отдельно продаются прям такие вот туалеты уже вот как сказать это стульчики такие прям вместе с блоком управления и там к нему уже и же подходят эти эти шланги для подачи воды и она стоит кстати не очень дорого вот игра вот у меня дома вот примерно такой вот но это более новую модель здесь объединено это в одну но у меня просто кнопок чуть побольше там стоит она 27 тысяч иен то есть вот этот стульчак 27 тысяч иен стоит вместе с унитазом и с бачком стоит 40 тысяч там йен получается где-то на рублей ну понятно порядка 17 18 тысяч рублей это очень недорого это не то что как некоторые год вот там блин эти ваши туалеты они стоят там под 100 тысяч рублей нет на самом деле вот пожалуйста 18 тысяч рублей у тебя будет беды вместе с подогревом сидений с горячей водой единственная проблема возможно только в том что она подходит только для 100 вольт есть модели конечно для 100-240 вольт но в основном своем на ней для 100 вольтовых сетей поэтому тут уже надо смотреть либо ставить какой-то специальный переходник типа трансформатора с 220 на 100 вольт но при желании можно себе сделать и настроить все как надо здесь вот есть специальные эти трубки которые еще подсоединяются к водопроводу также домофоны системы видеонаблюдения как вы видите здесь есть солнечными панелями есть без светильники также вентиляция что тут только нет холодильники естественно когда вы только переезжаете вам нужен в холодильнике я считаю потому что некоторые японцы не покупают холодильник потому что не готовят дома вообще ничего покупает бента каждый день или же едят в ски или мацу и в недорогих кафешках но если вы любите готовить и вы хотите дома хранить какие-либо продукты то вот типа такого холодильника либо там есть еще чуть поменьше тысяч за 20 можно себе приобрести хотя хотя в японии отдают холодильники и за бесплатно главное чтобы забрали есть сайт типа craiglist там очень много разных объявлений также в фейсбуке есть группы разные но я подробнее о них потом расскажу где вы можете себе взять за бесплатно любую бытовую технику включая холодильник телевизором какой-нибудь стереосистему рисоварку и все 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 можно можно сказать что можно обставить свой дом за бесплатно через этот сайт или через группу ну ладно об этом будет попозже видео а пока мы продолжим здесь у нас стиральные машинки которые также необходимы если вы переезжаете в новую квартиру либо в но арендуете новую квартиру я когда приезжал у меня не было стиральной машинки мне пришлось покупать я себе взял то чтобы но здесь более дешевые варианты я думаю для по первости вообще ну одному если вы живете один вот вот такая машинка вполне подойдет не надо даже ничего брать какие-то заморочены большие вот но если у вас много вещей вот на 6 килограмм пожалуйста взяли 26 тысяч иен это очень дешево для стиральной машинки обычно не стоит вот полтос или же вон там за 70 уже есть тут разные же товары для дома светильники кстати светильники также если вы переезжаете в новую квартиру либо же в какой-то арендуете квартиру где у вас нету ничего то есть она пустая обычно там даже нет светильников на светильники вам нужно здесь самому покупать мне дали в подарок два светильника третье я покупал сам но светильники я имею ввиду это нас те не настенные это потолочные освещения потолочное освещение в новых квартирах не идет в комплекте должны покупать сами но средняя цена где-то 7-8 тысяч иен тут разные плитки том подобное рисоварки отмечает тут уж не буду показывать всем досконально телевизоры также естественно здесь выбор не такой больших как в каком-то магазине бытовой техники типа ямада или виду больше камера но все равно можно что-нибудь выбрать себе недорогое такое на первое время хватит вот допустим даже такой простой телевизор 32 дюйма взять и если вы любитель японского телевидения но я как бы не смотрю телевизор я не могу ничего сказать хорошая это покупка или плохая кстати вот там впереди вы видите магазин канду один из известных магазинов 100 иенных это очень популярная сеть япония и там можно купить недорого любую товар которая вам обойдется например вот тут он будет стоить 200 300 ян там за 100 можно купить да вот здесь холодильники уже пошли другие побольше и и стиралки естественно побольше уже вот видите уже цены по 80 тысяч там по 60 она пойдем дальше утюги освежители воздуха там и все такое шторы кстати шторы тоже я покупал себе в не тари но здесь тоже можно недорого купить не тари это такой магазин там чисто все для внутри дома это фурнитура там какие-то мебели вот типа штор ковровое покрытие все такое а здесь вот можно взять всего по чуть-чуть но есть практически все том числе подушечки разные там если вы сидите на татами постоянно здесь вот можно купить себе подушку удобную либо живот ковры какие-нибудь что тоже есть good это вот для балконов вот такие вещи обычные для балкона или где-нибудь у вас вот в прихожей сделать небольшой такой островок чтобы ноги вытирать чтобы отряхивать удобно ковры какие для прихожей как коврики они называются да такие даже есть прикольные там то таро или коттэ ладно туда мы дальше не пойдем что там делать вот как я уже говорят здесь в этом магазине продается практически все включая даже товаров для автомобилистов вот вы видите здесь на данный момент находятся разные подкладки для сиденья для спины для головы освежители воздуха здесь здесь прям запах такой прям стоит уже этими освежителями коврики для автомобилей чё только нет да также тетрадки это канц товары здесь уже есть мы сюда пойдем допустим да туда же мы не пойдем хотя давайте глянем также в хом центрах обычно продаются домашние питомцы в том числе как вы можете видеть вон там до конкет там продаются живые домашние питомцы пойдемте глянем